Огромный ковш, над которым колдуют специалисты цеха 50, не что иное, как тигель гарнисажной печи. Именно в нем находится титан в процессе плавления. Раз в полгода, а точнее после 150 плавок, тигель на первой и второй печах обязательно перебирают, зачищают контактные поверхности и собирают вновь. Однако, во время последнего ремонта гарнисажной печи номер два, основное внимание уделили поворотной раме. Металлическому основанию, на котором тигель располагается в печи. Конструкция из нержавеющей стали выполняет сразу несколько функций. По каналам внутри нее подается вода для охлаждения тигля. Определенные участки рамы служат для подведения тока в 90 кА. Плюсом рама испытывает еще и механическое воздействие. От таких тройных нагрузок на ее поверхности образуются трещины, которые нарушают безопасность процесса плавления. При их обнаружении рама немедленно отправляется в ремонт. С каждым годом период работы рамы становится все меньше, а ее ремонт все труднее. В поисках кардинального решения проблемы специалисты ЦХ-65 предложили новый вариант конструкции. В новой системе, если вы посмотрите, разделили функцию, рама несет чисто механическую нагрузку, а элемент токоподвода и система охлаждения выполняет новая модернизированная медная трубашина. Предложенная система должна увеличить срок службы поворотной рамы и сократить количество периодических ремонтов. Затем, как поведет себя экспериментальная рама, будут наблюдать специалисты плавильного комплекса, ЦХ-65, представители НТЦ и отдела промышленной безопасности. Если она пройдет все испытания успешно, Новосемпо рассмотрят вопрос о применении подобных конструкций на гарнисажных печах номер 1 и номер 2.